как всегда во время в этом есть небольшое преувеличение здравствуйте добрый добрый еще только разложу здравствуйте сейчас три карты у нас будут предоставлены до добрый вечер надеюсь девятку денежную все нанесли с утра четверг не забываем так сейчас будут у нас три карты которые собственные будут представлять три варианта возможных раскладом состоится ли брак по моему сегодня дали вчера было про деньги ну вот варианты можно выбирать также у нас таро онлайн так потратить только проспрашиваем про себя напоминаю не про детей там не это именно состоится ли у вас брак вы про себя спрашиваете тогда так да да просто можно так сказать и достаточно будет плодотворный я имею ввиду финансово такой идущий в гору а детям рано еще знаете хорошее дело никогда не рано не поздно так что дам просто рекомендуется наверное уделить внимание финансовому аспекту за или в принципе достаточно рост вот начало период такой да вот прямо начало такое но предупреждение что дальше то есть разумно подходить потому что дальше будут тут знаете двояко либо препятствия либо либо в гору пойдут дела на я думаю что в гору пойдут делать а за это так вариант 1 слишком большие ожидания могут воспрепятствовать то есть потенциально да но слишком много личных сомнений которые должны быть преодолены и проработаны прямо потому что вот прямо много ожиданий при этом вот именно в плане конструктива позиция очень пассивная распыляться не стоит то есть вот как бы нет окончательно не звучит но указывает скорее первый вариант на как вам сказать нам на некую свою инфантильность может быть до пассивную позицию когда при завышенных ожиданиях которые но в принципе да скорее да все так так во благо это я только озвучивает у чего силы огласили то я озвучил я как и все практики да не мы же даем ответы через нас дают ответы так что не будем себя перед свое значение в этой цепочке наша наша задача по большому счету не исказить да и максимально точно передать смысл опять же я говорю что это расклад общий то есть он предупреждает о вероятности в принципе да вот этот вариант то есть к чему идет либо если что-то неблагоприятное он может указывать на то что потенциально опасно да здравствуйте здравствуйте все кто присоединяются приятно что до инфантильность принципе задали вы вопрос поэтому это это вообще опять же оля я не могу сказать чья конкретно это общий расклад это возможно ваша возможно не ваш имени не написано на картах еще раз обращаю внимание всех да и в индивидуальных раскладах там что-то можно уточнять еще это общий на одна карта вот и все по ней по большому счету идет основной момент отражает вариант вот основной момент как на который следует обратить внимание при том или ином до выборе чего-то так что вот так ну первые два озвучены я может быть сегодня сохраню эфир тогда чтобы уже не повторяться да если первый второй будут избраны еще раз то они будут соответственно в записи уже смысла нет повторять ну если кого-то еще эта тема интересуется столица состоится ли брак то третий вариант еще не выбирался первый второй уже озвучены если вы их выбираете первый или второй ну то есть знаем да вот я не буду там часто повторять и пока вот такие пусть вторая неделя у нас таких эфиров еще не такой не сформировавшийся круг техника простая перри прежде чем выбирать какой-то вариант ответа мы убираем всякие внутренние монологи настраиваемся только на ситуацию которую интересует или когда в расклад касается человека то на человека думаем только о нем и после там вот та цифра которая от одного до трех до поскольку три карты приходит на ум озвучиваем ее смотрим что там у нас за информация ну и собственно все вчерашний эфир да не сохранил ну там были личные какие-то моменты я посчитал что не надо вот она прошла там вот тем малым кругом которые смотрели ну и все то есть я его не сохранил и здесь и в канале в youtube тоже его нету ссылка на канал простая в шапке профиля инстаграм есть она на нее нажимаем попадаем на канал там все видео в принципе которые были вообще когда-то и на этой странице и на той странице которая была до нее вот там все видео есть так что если интересно пожалуйста и вот эти прямые эфиры которые сохраняю непосредственно в инстаграме я их выкладываю и туда поэтому если вдруг здесь будет что-то исчезать то там можно это будет найти ну вот так так третий все таки да третий у нас тоже пошел ох я боюсь что слишком много на данный момент препятствий прямо слишком много или предупреждение что человек то есть речь не идет о том насколько они реальны да но они прямо вот то есть либо сомнение если сомнение развеиваются в этом состоянии значит они развеиваются если сомнений сейчас особых нет терзаний нет и так далее все кажется гладким то это пока значит они появятся в будущем то есть вот прямо предупреждение тут такое что фактически это скорее нет то есть если первый вариант скорее да неопределенно здесь скорее нет вот может вылезти очень много всего позади как знаете просто как будто вы пожар может как все выгореть при том что вот желание на желание есть то есть надежда желание они как бы сюда стремление вы поскольку к небу то есть ну к высшему чему-то да вот так была закручена энергии какие то есть но в данной ситуации я все-таки исполняюсь тому варианту что озвучил трактовки так что если что-то конкретнее интересует то лучше индивидуально просмотреть ответим и так сегодня вот есть ли еще вопросы второй онлайн у нас действует тоже так что если какие-то ваши накопились вопросы текущие можно задавать у нас начнет прямо похолодание резкое быть завтра уже прямо почти сегодня было 16 завтра 10 как-то неприятненько потом потом что-то около 6 вообще а потом до двух-трех спустится так сергей что с сергеем у нас дай бог здоровья но я пока не не вижу вопроса пока что просто имя оля что с этим человеком делаем поясните пожалуйста пока что вот только имя пришло и все так планы на развитие отношений так планы на развитие отношений как мы сформулируем ладно сейчас мы как-то сформулируем это все намерение его до в отношении ольги намерения сергея какие действия намерен сергей предпринимать да отношения развитие отношений сейчас придумаем что нибудь какими видят отношения сергей перспектива отношений действия какие нормальные Давай. Давай. Получается, достаточно угнетенное состояние у человека, да, о котором вы спрашивали, тоже. Действие, да, будет предпринимать что-то в сферу возрождения эмоционального, да, какое-то предполагается. Но что это, есть ли под этим отношения конкретно? Потому что здесь прямо выходит, знаете, аспект такой, слишком много покоя и... Действие не ждите. Нет, он... Что там за конфликт? Кто его жрет, я не пойму. Дома? Причем дома, ему там хоть повесься, понимаете? Что-то такое. И все время какая-то тема сквозит, вот, как в карман заглядывает, не поймете чего, там что-то про деньги такое, про деньги. У него там вообще так достаточно, ну, скрытный какой-то... То есть он не может там не как-то привести, да, вас там не показать, ничего. То есть какая-то такая атмосфера поганенькая. Вот, перерождение, да, вот из фазы такого упадка есть определенный сдвиг. Достаточно... Человек стремится к гармонии, да, исходя из своих представлений. Но там происходит какая-то фигня. Причем явно настроен на улучшение. Во благо. То есть вот так. Он сам. Угу. Ну, кто его... Что-то там... Какой-то скандал. Постоянный скандал, скандал. Фиг его знает. Понимаете? Что-то состояние перманентное. Кто ему мозг выносит? Родители или кто там? С кем он контачит? Потому что там как дом, но может не... С кем крепкая связь? Родственники. В любом случае родственники. Ну, семья скорее, да. Родители, наверное. Такая история. Ну, прямо не очень гармонично. Он настроен, да. Развивать, улучшать и так далее. Где-то... А, мама. Ну, мама. Понятно. Потому что здесь прямо аж вынос мозга. Причем она такая. Человек, видимо, с энергетикой достаточно сильный. Может выносить... Ну, до депрессухи доводить человека. Он сопротивляется. И так пытается сглаживать. Ну, потому что, ну... Как если человек еще там активно все время спорит, да. Это же как-то надо спор на нисходящую. Не раздувать. То есть так. Так что сопротивляется. Да, есть там изменения. Он хочет. И там старается. Просто держит удар еще. И со стороны родителей получается, да. Мамы конкретно. Потому что там явно женский такой подход. Ну, с криками там. Ну, женский в плохом смысле. Да, женщина тоже была достаточно интеллигентная. Но бывает такой базарный совсем уж тип. И вот там, видимо, второй вариант. И все время его обращают внимание на деньги. Почему-то вот его все время тычет туда. Там быть как-то осмотрительней. Что-то вот тоже такой аспект. Вынос мозга, да. Что по... Ну, взывают типа к разуму. И про деньги что-то все время говорится. Вот такое. Ну, такая вот какая-то гадость неприятненькая. Ей не нравится. Да, я думаю, что да. Потому что это вот так идет. Как-то оно конкретно это не вышло. Но оно под текстом. Сейчас посмотрим. Как ее, у нее, у нее, которая она, есть имя. Если оно вам известно, вы мне напишите, пожалуйста. Мне же надо как-то формулировать вопрос. Имя обозначить человека. Или не знаете. Тогда попробуем через вас на него, через него, да. С Федота на Якова, с Якова там на всякого. Маргарита. Маргарита. Ох, хорошее имя. Тяжеленькое бывает. Такой типаж достаточно. Как правило, да. Непростые тетеньки. Даже когда они сильно шумные, могут тоже мозг ушатливать. Так. Оль, вы, пожалуйста, формулируй. Вот у меня просьба. Опять начинается у нас система кучи вопросов разрозненных. Есть расклад. Вот так проще, понимаете, чем вот. Вы как-то мне бы, в принципе, обозначили, что вас интересует, чтобы смотреть уже не так вот. А сейчас вот это. А сейчас вот это. Тем более, то есть, когда сейчас вот это, сейчас вот разные вещи. А тут, когда одних и тех же касается, раздрай такой. Так. То есть, с чего начинаем? Он сопротивляется. Ей не нравится. А, детям. Вот. Потом. Она вообще знает обо мне. Так. Тоже вопрос. Смотрим, знает ли. Он сообщил. Он еще о своих каких-то намерениях сообщил насчет вас. То есть, он вас, не только о вас сообщил, в принципе, что вот там есть такая-то девонька, да. Он, в принципе, озвучил ей, что достаточно серьезное отношение его к вам. Ну, то есть, достаточно серьезное для того, чтобы вас уже обозначить. Так что, да. Ей известно. Ее отношение к вам, ну, оно более чем, да. Сейчас про детей. Еще вопрос, подождите. Сейчас глянем про детей. Да, сказал. Известный. Ей это очень, ох, ее как это, ее это приводит в состояние бешенства. Она считает, что вы такая, знаете, вот сейчас приберут этого себе дяденьку, и пусть на меня теперь работает, на моих детей. Ну, это ее подача. Вот. То есть, тратит свои ресурсы на не свое. То, что не его, в принципе. Вот такой у нее подход. Да, прямо настроена она враждебно. Прямо скажем. Ну, можно сказать, помягче, недружественно, но хрен редки не слаще. Так что, да. Известно, не нравится ей это. Так или иначе, ей это известно. И она не хочет, чтобы у вас там что-то, или у него что-то с вами было. Ну, да. Достаточно часто, как распространенное это явление. Там вынос мозга просто, вот говорю, что он прямо ощущается. Да, известно, хоть как. Виктор. Так, отношения Виктора. Давайте так, известно ли Виктору, да. Потому что иногда, когда женщина предполагает, что ее муж не займет ее позицию, да. Когда такой мужик достаточно ресурсный, не сильно ведомый тетенька и дяденька со своим мнением. И вот в таком случае она может, как бы, втайне от него мозги выносить. Проверим, да, что там Виктор. Здравствуйте. Вот та ситуация самая, да. Виктор очень смутно информирован. Опять же, он... Жена прямо просто, как, она очень за этим следит. До него, если что-то доходит, то в очень искаженном виде. Да, фактически она блокирует его. Вот его позицию. Здравствуйте, здравствуйте, Анастасия, здравствуйте. Поэтому вот так. Она блокирует его позицию как-то вообще формирования и мнения своего. То есть, о чем говорили. Да, тетенька достаточно хитрая, и она считает, что действует по благо семьи. Вот у нее такая точка зрения, что она права. Она знает, как лучше, и с легким сердцем влезает, куда не просят. Ну, тут как без шансов. Я же не знаю, тут его позиция, понимаете. Он же уже взрослый мальчик. Ну, вот так. Вот так. Тут как-то, не знаю, или ему обозначат там... Потому что, я так понимаю, там тема детей, она действительно такая, достаточно болезненно воспринимается, вот наличие, да. Или, может быть, достаточно болезненно воспринимается до появления их кровных внуков. Вот, поскольку это их кровный сын, они там предпринимали, да, достаточно много усилий, чтобы он появился, чтобы он вырос и так далее. То есть, и как бы они ждут продолжения истории дальше и от него. Так что, вот так. Я не сказал, потому что от него позиции зависят дофига. Если так совсем уж брать, да. Тут, если есть у обоих намерение чего-то там создавать, несмотря ни на что, то, в принципе, почему прямо без шансов. Шанс всегда есть. Вот, шанс есть всегда. Вот. Что еще? Какие еще будут вопросы? Ну, его она прямо, то есть, вот такая классическая мама семьи, которая как квочка считает, что она знает лучше всех вообще, что правильно. И не очень считается, ну, не с мнением других, при этом параллельно влияя на мнение других, такие козни, знаете, такие тайны мадридского двора, да. И, в общем-то, все свои заблуждения тащат вот для всех, делает их обязательными. К сожалению, так. Ну, тут как, хватит ли у него ресурсов, у Сергея, понимаете. Ну, это есть анекдот на эту тему. Когда две женщины встречаются и говорят, что вот, сыну, ну, я так его не вспомню, ну, в общих чертах, да, сыну такая жена паршивая попалась, не готовит, не убирает там, не стирает, да, за ним не следит совершенно, внимания никакого мужу. И, это когда сын женился, когда дочка вышла замуж, что за муж попался, то ему не убрано, то не приготовлено, какой-то безрукий, да, то есть вот такая история, она имеет место быть. Поэтому все касается, по какую сторону баррикады данная конкретная мама оказалась, да. Вот и все. То есть, если эта дочка, значит, будет неправ тот, поскольку требует то, что ее же сыну умная жена должна обеспечить, вот так. Поэтому это такая вечная тема. Но в чем они правы, да, что, ну, мужчина, он, в принципе-то, его функция род продолжать своими. Так что здесь понимание должно быть у всех. Если, может быть, если в этот момент какие-то вот они были сглажены, да, не так бы, все это не такая была конфронтация. Просто я же не знаю, кто как, чего проговаривает конкретно, да, потому что скандалов у них там чувствуется периодически, они бывают. Когда что кому, кто говорит, опять же, нам неизвестно. Здесь мы можем посмотреть, конечно, в общем, да, что там за ситуация сложилась. Но он же вас тоже не посвящает. То есть мы, не обладая определенной информацией, мы какие-то вопросы просто не сформулируем. То, что там есть скандально, да, то, что его до депрессии это все доводит, да, то, что он намерен с вами все-таки отношения продолжать, тоже, да, и выводить их, ну, на какой-то другой уровень. А вот что касается уже чисто технической такой стороны, прямо вот конкретных действий чьих-то, да, там, слов конкретных, там, планов, это же кто его знает, кто там, как диалог-то у них происходит. То есть мы видим, что пока что это все в виде в таком довольно печальном, да, по результатам, судя, все очень конфликтно. И, возможно, зная, что конкретно какую сторону не устраивает, вот их, да, не устраивает, что есть женщина, у которой есть уже дети. В общем, это, ну, достаточно тоже понятно. Вот. Вот. И, кстати, по статистике, женщины, как правило, считают, что дети от предыдущего мужчины не должны быть помехой, что это не помеха, но сами при этом намного тяжелее воспринимают, когда меняются местами и когда у мужчины дети. Вот. Допустим, когда дети живут с папой. Вот тут принятие у женщин чужих детей гораздо сложнее идет, чем они считают, вот как должны принимать их мужчины. Почему-то так стало. Хотя это вот именно тенденция последнего времени. То есть вот так. Но это тоже, как бы, такая история уже частности. Мне это просто, вернее, это как раз обобщенная информация, которая для какого-то конкретного случая вообще может никакого значения не иметь, да. Вот. Так, с первого по третий вопрос мы уже озвучили, все огласили. Если, кстати, там какие-то еще в рамках Таро Онлайн, там мой ответ за вашу цену, да, пожалуйста, можно задавать вопросы, которые у нас там сейчас, просто чтобы не затягивать эфир. Я напоминаю, что у нас 19-е число денежное полнолуние будет, обряд проходить, заявочки можно уже отправлять, продолжать, да, до... Так, 19-го это у нас же во сколько там, вот черт вылет, да, утром, по-моему, в 7, что-то около 7.50. Поэтому 19-е уже не считаем, 18-го мы прекращаем, это у нас уже завтра, да, вот завтра, послезавтра еще заявки принимаются и все. Опять же, ну, чем раньше, тем лучше, потому что подчищать людей, чтобы было хотя бы возможность 3 раза прогнать, да, вот для кого это будет оправдано. Поэтому, пожалуйста, я имею в виду, 3 чистки успеть сделать, их в течение там одного часа нельзя делать, да, то есть должен быть какой-то хоть перерыв маломальский, чтобы не так скрючивало. И поэтому, ну, тут лучше, чем раньше, тем лучше, да, чтобы это сделать либо в спокойном режиме, либо там в каком-то, ну, более-менее там приемлемом, хоть и ускоренном, но приемлемом еще, без перегиба. Так что, пожалуйста, всегда лучше раньше, тем более, что это не секретная информация, когда там у нас новолуние, полнолуние, это я говорю для тех, кто периодически участвует там или постоянно участвует там, напоминаю, кто постоянно те знают и заранее уже следят за этими всеми вещами, информация в открытом доступе, да, можно посмотреть и весь следующий год, когда у нас что происходит, в какое время, в смысле полнолуния и новолуний. И уже заранее планировать просто эти моменты, чтобы не было там все в последнюю минуту, потому что в магии это точно плохой принцип, в последнюю минуту. Итак, если есть какие-то еще вопросы, пожалуйста, заканчивается у нас период привлечения всех хороших вещей, начинается период чисток, да, после полнолуния будет у нас убывающая. Так что если планируем участвовать, пожалуйста, заранее, заранее, и про обратную связь не забываем, потому что какие-то корректировки если делать, да, не ладится сейчас с деньгами. В чем причина? Давайте глянем, в чем причина затруднений, там, Анастасии, финансовые затруднения, причина, финансовые затруднения, Анастасии, покажите. В чем причина? В чем причина? Закольцовка обязанностей, то есть как-то обязанностями, вы на себя обязанностей много каких-то натащили для дома, да, какой дом, кому вы помогаете, куда-то, вот, вы планируете, куда не надо, в принципе, да. Это, знаете, как закольцовка такая, что вы ресурсы хотите направить излишнее куда-то, вам их потому и не дают, то есть куда не надо, там что-то своя какая-то тема. Сейчас поясню, потому что вот явно что-то цикличный характер носит, то есть это причины старые какие-то, понимаете, вот это, как вам сказать, периодически вы хотите вырваться все время, но все время как тяготит вас это, причем тема именно денег, тема связана с домом и с тем, что надо менять отношения, да, что тут надо менять, что идет злоупотребление какое-то, ну, как потребительство, потребительское отношение к вам, которое скрывается при этом, да, что у вас происходит? Кто-то прямо откровенно присел на ваш ресурс и вы... Мужское какое-то непонятное отношение, что-то тоже, сфера личный раздрай, это личное уже тоже отношение накладывает свой отпечаток, да, прямо личный раздрай. Есть мужчина, есть масса каких-то неясностей, ожидания эмоциональные и... Как совмирает, как отношения, ожидания отношений тоже, тут надо смотреть, что-то такое, да, во благо, что-то такое. Анастасия, ну, да... Сейчас я еще гляну, где тут... Вы как по кругу ходите, что-то такое предпринимается, и вот... Хотите вырваться, а ситуация якорит. Ситуация якорит та, что вокруг всей этой истории вашей находится. Вот что вам вяжут все время ноги? Это как постоянная тема. Вы для чего-то все время хотите вот для чего-то, куда-то что-то делать, а вам говорят уже нет, потому что там своя тема. Вам это скорее рекомендация тут, да? Сейчас мы посмотрим. Обратить внимание, да, на создание отношений. Вот что, что неясно. Ситуация с мужчиной неясна. Семья не создается, личных отношений не налаживается. А вам ставят... Как бы вас переориентировать пытаются на личные отношения, да? Сейчас покажите, пожалуйста, причину. Так, сейчас по-другому чуть-чуть уточним. 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 да в общем то же самое завышенные женские ожидания какая женщина очень много ждет и прямо вот прямо ждет таких знаете достаточно амбиции высокие и депрессия это ваше скорее состояние вот ожидание, постоянное ожидание депрессия не получается вас опять ориентируют на обратить внимание на отношения создание отношений то есть вам, у вас все упирается в личную жизнь конкретно вашу, не распыляться ни на кого да выход из застоя то есть вас ориентируют на создание вот именно я бы сказал семьи понимаете вот если совсем уж не крутить что там вы пишете личных нет, работа стоит дома непонятно ну вот как бы что из дома дом, кто у вас дома от вас тянут из вас тянут ресурсы энергию они прямо подсели видимо там какие-то ожидания от вас что-то получать да и получается что вы решаете пытаетесь вопросы не те которые надо вам нужно обустраивать свою личную жизнь создавать свою семью и все в принципе вот потому вам и не дают туда потому что там однозначно говорится там хитрость вот прямо выходит там хитрость там грубо говоря к вам потребительское отношение вас несколько неправильно воспринимают поэтому вам не дают вам уже говорят прямым текстом занимайтесь своими вопросами конкретно вашими то что ваша жизнь прямо ваша то что без вас за вас никто не решит поэтому это состояние закольцованности ситуации нужно менять подход в принципе да вот дом выходит так что вот что показали вам как-то нужно все ресурсы эти переключать на себя то есть да участвовать в каких-то вещах но не так что ну как не вы там не обязаны содержать грубо говоря семью которая ну не это все уже выросли грубо говоря да у вас должна быть своя семья на эти ресурсы на это на эти задачи и ресурсы надо направлять вот так 19 у нас будет не знаю говорил слышали не слышали денежная полнолуние ритуал до 18 числа тогда мы смотрим до желательно до 20 часов потому что ритуал будет прямо с утра вон там в 7 в 7.50 примерно я точнее сейчас не вспомню но есть там время будет объявлено скорее завтра у нас 17 вот завтра я сделаю пост там время уже точно ухожу поэтому просто если планируете участвовать что не в последние там какие-то минуты пожалуйста вот вам прямо выходит понимаете выход на решение личных вопросов на создание нормальных отношений и все прямо вам это задача ставится потому что все непонятно там вроде бы даже как ну я не исключаю что какой-то мужчина ну есть да потенциально но все непонятно все как-то ну не обрело какие-то черты конкретные отношения как не формируются есть кандидат а почему-то ничего из этого дальше не выходит да за сердечки я всегда я их все 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 вижу не успеваю считать но вижу так что вот такая рекомендация пожалуйста что мы на сегодня закончили эфир я тогда сохраню там объявлены все варианты ответов по браку вот я вчера ждал какого-то большего если честно активности ждал поскольку тема была деньги животрепещущая так ну вот видимо да этот человек там было видно что мужчина и как-то так вот непонятно то есть у него чувство есть вроде как да но видимо он не совсем может пробиться сейчас посмотрим перспектива да перспектива отношений Анастасия Сергей анастасия анастасия Продолжение следует... 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 да вполне могут быть но рекомендация тоже не слишком в материальное ударяться аспект то есть понимаете вот это тот случай когда именно на честность и на избавление от бремени всякого эмоционального там то есть раскрытие то есть без скелетов особых в шкафу все должно быть максимально доверительно на этот уровень выводить тогда да вполне возможно ну создание семьи даже возможно если будет пройден путь достаточно без амбиции с пониманием позиции другого человека его интересов вполне так что вот так ну не сохранился я понял да ну бывает ничего значит значит было там ну так значит ну проспали проспали значит что-то там было для вас не сильно важно вот будет еще я тогда повторю про деньги наверное еще завтра в каком-то виде в том в таком же ну или чуть изменим да но изменим как-то так будет что-нибудь про деньги в пятницу ну и все и потом два дня перекур во благо потом суббота воскресенье я хоть почитаю то что я наскринил дофига ссылок себе там на отправлял когда это читать вот но как-то как-то и думаю пора наверное бороду постричь что скажете вот у меня к вам вопрос конкретно да стричь бороду не стричь не совсем нет я оставлю там миллиметров может просто сейчас уже прямо неудобно а уже один человек все уже ушли наверно оля вы остались бы раз уже да все тогда прощаемся тоже хватит этого шабаша на сегодня все вопросы я осветил и в принципе отдохнуть восстановиться добить уже эту пятницу я и выходить на выходные все пока пока